Мик, куда ты едешь? Под проливным дождем, которого мы не видели целую вечность, мы едем за нашими друзьями с Гавайев, Джуди и Хавайаном, которые, конечно, привыкли к дождю, потому что они с Кауаи. Пожалуй, это самое дождливое место в мире. Да-да, они прибыли с Кауаи, приехали на другой конец света сюда, в Латвию. О да, это правда. Сегодня в городе Мадонна такой сумасшедший дождь, мы должны найти их на межзаколонке Circle K. В этом фильме мы встречаем наших гостей, наших друзей с Гавайских островов. Почему бы вам, ребята, не поехать за нами? Мы собираемся пойти куда-нибудь поесть. Хорошо. Добро пожаловать в город Мадонна. Закрываем окна, а то промокнем. Мы собираемся отвезти наших американских гостей в латышский ресторан в Мадонне, который называется «Бура». Но из-за дождя у нас нет возможности сидеть снаружи. Мы надеемся, что найдем места внутри. Вы не должны удивляться, увидев гавайскую девушку или женщину с цветами плюмерии на голове, как у Джуди. Там это очень популярно, и это имеет особое значение. Джуди рассказала, с какой стороны должен быть цветок плюмерии, и какое это имеет значение. Цветок справа означает, что вы свободны, а слева это означает, что вы заняты. А посередине головы значит «следуй за мной». А вот когда мы были на Гавайях, Мик поставил мне цветок не на ту сторону. Он поставил мне на сторону с обозначением, что я свободна, вместо того, что я занята. Но я не ревнивый. Что сказали вам, друзья, когда вы собирались приехать в Латвию? Все говорили нам не приезжать в Латвию. Нет, не едьте в Латвию, это опасно. Вы же видите, что туда и ракеты могут долететь, там же война. Это было смешно. И как же вы себя чувствуете? Вы чувствуете себя в безопасности? Безопасно, однозначно. И что больше всего вам понравилось? Меня больше всего впечатлили люди с их независимостью и их стилем. Стиль меня просто поразил. Дизайн меня поразил. Женщины, конечно, прекрасны. Одна за другой. Тут чувствуешь встречу с духом надежды. Это то, что я уловила сразу. А мы были в неведении. Невежественные мы, американцы. Мы не знаем истории. Мы совсем не знаем истории. Когда Хартвелл спросил у таксиста во Вторую мировую войну, вас ребята бомбили? А он говорит, да. А Хартвелл говорит, кто? И он сказал, что все, конечно. И это было логично. Мы такие глупые. О, горячий салат. Выглядит отлично. У вас обеих горячий салат. А мы ждем свои блюда. У нас что-то другое. Извини, Джуди, что я тебя прервала. Ничего страшного. Это нормально. Я хочу сфотографировать то, что сейчас наиболее важно. Хорошо. Мик, покажи, что ты там делаешь. У тебя самый длинный сыр в мире, правда? Это салат Цезарь. И выглядит он очень хорошо. А тут мой лосось с картофельными оладьями. Мы должны лучше познакомиться с Латвией. Вот почему мы путешествуем. Ты знаешь, мы не изучаем историю Латвии в школе. Совсем. Даже название страны. Многие спрашивают, где Латвия? Где Латвия? Мы ходили в музей оккупации и свободы. И мы пошли также в тюремные камеры КГБ. О, да. Мы живем на этой улице. А вы знаете, что там сказочная терраса? Мы купили такой сидер. Мы никогда такого не пробовали. У меня был яблочный, а у Хавайона клубничный. И это было потрясающе. Мы также ездили в мемориал Саласпилс, в нацистский трудовой лагерь. Это было очень мощно. Сердцебиение. Да, сердцебиение. Я спросила у Хартвела, что это за шум. А он сказал, это кто-то играет на барабане. Я сказала, хорошо, хожу вокруг. Я говорю, нет, все-таки это похоже на сердцебиение. А потом мы подошли, и это сердцебиение под землей, это очень тронуло нас. Это очень глубоко где-то. Это же была жизнь. Это что-то такое, что я никогда не забуду. Ну, а теперь вы все-таки должны насладиться едой. Да, я должна попробовать еду, ты права. Итак, вы составили карту того, куда вы направляетесь. Это потрясающая карта. Вы приехали с Гавайских островов. И когда вы планируете вернуться домой на Гавайи? В 2024 году. А вы уже не скучаете по дому? Я заскучала по дому здесь, в Латвии, когда шел дождь. И когда видела цветы и всю культуру здесь, я впервые в этой поездке заскучала по дому. Именно в Латвии. И это меня очень удивило, потому что практически я ничего не знала о Латвии. Мы просто не знаем даже этого названия. Мы должны были, конечно, что-то изучить о Латвии, но большинство людей этого не делают. У нас есть время только на то, чтобы спланировать поездку. У нас не хватило времени изучить столько, сколько нужно было. Но еще и негатив нашего народа. Они делают нас более скептичными. Если вы понимаете, о чем я говорю. Ой, вы не должны туда ехать, это рядом с Россией. А я им говорю, ну а когда вулканы активизируются на Большом острове на Гавайях, как думаете, мы не слишком близко к Большому острову? Отвечают, ну да, но это Гавайи. Но мы приехали, чтобы увидеть вас, ребята. Мы встречаемся с людьми, которых знаем. Это всегда основные моменты поездки. Мы рады видеть вас здесь. И это возможность для нас приехать и посетить твою родину, Лидия. Мы тоже только что прилетели из Америки, чуть больше месяца, как мы приехали. О, это не просто было для Лидии принять вас, потому что она хочет, чтобы все было идеально. Да, это Лидия. Я чувствую себя здесь, в Латвии, как у себя дома, на Гавайях. У Джуди особое чувство к березам. Она говорит, что на Гавайях их нет. Нет. И она так любит наши березы. Латвия потрясающая. Я имею в виду, что здесь красиво и люди приятные. Нам нравится. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Будет больше видео о поездке американцев в Латвию. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.